Оказывается, и мы это увидели сами в своих экспериментах, последовательность нуклеотидов ДНК, которые составляют тексты, они еще построены по законам красоты. И если вы делаете простейшую вещь, которую сейчас уже делают, каждый нуклеотид, вот каждая буквочка в генетическом тексте, она имеет определенный спектр, спектр частот. Вот, если ты эти частоты, вот всего четыре буквы ДНК, аденин, гуанин, слазин, тимин, если ты их перевел на частоты человеческой речи, на килогерцовый диапазон, и ты начинаешь проигрывать, так сказать, молекулу ДНК, как нотный стан, как нотную запись, то ты слышишь музыку. Потому что ДНК построена по законам красоты, а музыка построена по законам красоты. Ну, с работами Петра Петровича Горяева я знаком где-то с середины 90-х годов, потому что он участвовал в работе наших международных конференций, и с ним контактировал, значит, мой научный руководитель Анатолий Павлович Мирнов, который вот шесть лет назад скончался. Значит, что можно сказать о работах Петра Петровича Горяева? Это, конечно, неординарные работы, работы очень важные для биологии и медицины, но, к сожалению, он затронул ряд запретных тем и в биологии, и в медицине, и даже в физике. Ну, и вот об этом я расскажу прежде всего как физик. Я не буду касаться теоретических представлений Горяева. Он сам говорит об этом очень осторожно, предположительно. Главное – его экспериментальные работы. Вот что показали работы Горяева? Что генетическая информация передается волновым способом, прежде всего электромагнитными волнами. Но надо сказать, что это представление не новое. Уже задолго до Петра Петровича Горяева высказывалось предположение, что спираль ДНК является также антенной. Вот такой же спиральной антенной, которая применяется в радиотехнике. А поскольку их длина варьируется в широких пределах, то в широких пределах и варьируется электромагнитное излучение, которое может излучаться и приниматься такими антеннами. А поскольку их много, то они работают в коллективном режиме, ну и возникает эффект, по сути дела, фазированной антенной решетки. Так вот, почему эти темы, которые затронул Горяев, запретны? Ну, давайте начнем с такого факта, о котором биологи не хотят говорить. Они хотят говорить по одной простой причине. Непонятно, почему так происходит. Так вот, для построения тела любого организма, даже простейшего, а тем более млекопитающего, требуется информации как минимум на 10 порядков больше, чем содержится в генетическом коде. А с учетом того, что в генетическом коде содержится очень много мусора, малая часть информации, как бы считается, в генетике используется, остальное мусор, то эта проблема еще более ужесточается. Так вот, были в свое время поставлены опыты, которые привели к следующему выводу. Если икру земноводных экранировать от внешнего электромагнитного излучения, то есть поставить хороший электромагнитный экран, то процесс размножения прекращается, то есть икра загнивает. То есть сам по себе организм размножаться не может. Вот это удивительное открытие, которое было сделано давно, и об этом как бы не говорят, ну как бы считается, что это непонятно. Другое противоречие, которое возникает в биологии, это противоречие со вторым началом термодинамики. Дело в том, что все, что мы видим вокруг, весь живой мир, он находится в противоречии со вторым началом термодинамики, которая утверждает, что в замкнутых системах энтропия системы должна возрастать. А у нас есть множество систем, которые близки к замкнутым, скажем, под водой или под землей, которые все равно продолжают существовать, жить, размножаться и развиваться. Так вот, есть такая наука, физико-химическая синергетика, которая основана на термодинамике неравновесных процессов. И вот она в рамках термодинамики пытается объяснить, как устроено явление жизни, как вообще возникают структуры. Ну, в синергетике есть представление о так называемых диссипативных структурах, и вот якобы за счет формирования в открытых системах этих диссипативных структур, надо сказать, в рамках современных представлений неравновесной термодинамики, возникают некие структуры, которые представляют собой жизнь. Ну, основоположник физико-химической синергетики бельгийский ученый Илья Пригожин, который эмигрировал из России, лауреат Нобелевской премии, ну и, кстати, он был активным борцом за сокращение населения. Ну, а главная его книга, написанная с авторством, называется «Порядок из хаоса». Так, для сведения, это лозунг строителей нового мирового порядка. Так вот, в чем проблема физико-химической синергетики? В том, что в рамках неравновесной термодинамики невозможно описать даже капиллярные явления и мембранные процессы, которые происходят в клетках и в живых организмах. То есть, приближение неравновесной термодинамики дает лишь весьма поверхностное представление о процессах, которые происходят в клетках и вообще в живых организмах. На самом деле, даже в мембранных процессах и в капиллярных явлениях проявляется локальная неравновесность. То есть, эти процессы нельзя описать в рамках неравновесной термодинамики. Ну, уже не говоря о том несоответствии с теорией информации, о котором я сказал. Так вот, поэтому попытка объяснения явления жизни в рамках физико-химической синергетики, то есть теории самоорганизации, совершенно несостоятельна. Кстати, вот в книгах по синергетике обычно приводят такой факт. Скажем, из эмбриона пересаживают какой-то зарождающийся орган в другое место эмбриона. Ну, например, можно пересадить из эмбриона на рождающийся глаз в место, где должна быть почка. Казалось бы, на этом месте должен вырасти глаз, но вырастает почка. То есть, в этих структурах уже содержится информация, как и чему расти. Вот вопрос, где и как содержится эта информация. Следующее, что затрагивал Петр Петрович Горяев, это так называемые эффекты передачи информации, которые проявляются в телепатии, ясновидении. Вы, наверное, знаете, что у нас были опыты академика Казначеева с сотрудниками по передаче информации с помощью так называемых карт-зеннера. То есть, образы можно действительно передавать на расстояние. Широко известен так называемый эффект сотой обезьяны, когда вот макаки на одном острове мыли батат, а на другом острове через какое-то время все это повторялось. Ну, также, по-видимому, с этим эффектом связано и множество открытий, которые совершались учеными примерно в одно и то же время в разных районах Земли. Тогда еще интернета не было, вот такой мгновенной связи не было, а между тем многие открытия возникали практически одновременно. То есть, существует некое общее информационное поле. Кроме того, широко известны такие явления, как мать, скажем, чувствует смерть сына на большом расстоянии. Тоже это все хорошо известно. Ну, а в Средневековье существовала так называемая улиточная почта. К сожалению, сейчас вот об этой улиточной почте в Википедии ничего не пишется. Пишется, что улиточная почта – это такое переносное выражение, которое означает, что почта идет очень медленно. А в Средневековье делали следующее. Брали колонию улиток, разделяли эту колонию. Одну колонию переносили в другой город, а с прежней колонии улиток проводили какие-то опыты. Например, переворачивали улиток, делали какие-то действия над ними. И эти действия передавались в другой город. То есть, существует связь между улитками, между колониями улиток практически мгновенная. К сожалению, вот об этом факте сейчас в Википедии уже не пишут. А если ты туда ввел неправильные последствия нуклеотидов за счет трансгенных манипуляций, то возникает какафония, которая убивает людей. Сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, продают просто… это целая индустрия, когда продают музыку генов. Вот их, так сказать, привязали к нотным знакам, так, как я вам сказал, за счет чисток. Более того, белки то же самое. Белки – это копия ДНК, только как бы на другой… переведен на другой язык. Белки тоже издают музыку. Если это правильный белок, он будет давать правильную, хорошую мелодию. Существует такое явление, которое затрагивал Петр Петрович, как квантовая телепортация. Ну, тут вообще беда. Беда в физике, не только в биологии. Дело в том, что в современной квантовой механике полагается, что электрон точечен, и что квадрат в модуле волновой функции определяет плотность вероятности нахождения электрона в данном месте. Так вот, ни в одном учебнике не пишется, что позиция основателя квантовой механики Шрёдингера была совершенно другая. У него была совершенно додраминистская позиция. Он считал, что квадрат в модуле волновой функции определяет плотность электронного облака. Ну, как вот в современной квантовой физике считается, что существуют электронные облака, то есть электрон не точечен, он размазан по пространству. Казалось бы, вот эти два подхода, подход Шрёдингера и вероятностный подход, который возник после него, приводят к одному и тому же результату. На самом деле это не так. В 90-е годы группой американских теоретиков во главе с Барутом были проведены расчеты, которые показали, что представление Шрёдингера дает гораздо более точную картинку. Кстати, по этой концепции электронные оболочки не простираются до бесконечности, а атом имеет совершенно четкие границы. Так вот, в последние годы получены практически все следствия квантовой электродинамики в рамках квантовой механики Шрёдингера. То есть Шрёдингер был прав. Но почему теперь об его представлениях не пишут ни в одном учебнике? Ну, проблема тут в том, что в то время возникла так называемая Копенгагенская школа квантовой механики во главе с Бором. Ну, это сообщество можно назвать в шутку научной мафии. Бор говорил Шрёдингеру, «Если вы не перейдете на нашу вероятностную точку зрения, вот о точечном электроне, вы перестанете для нас существовать». Так и произошло. Шрёдингеру не позволили публиковаться в крупнейших научных журналах. И Шрёдингер, опубликовав несколько фундаментальных работ по квантовой механике, о которых сейчас практически совершенно неизвестно, ушел из большой физики. А в частности Шрёдингер показал, что такое корпускулярно-волновой дуализм. Сейчас это некое идиоматическое выражение физики, о котором можно сказать, что никакого понимания там нет. А Шрёдингер показал, что все связано с тем, что частица находится в дрожательном движении и одновременно, двигаясь, она участвует в волновом процессе. То есть движение каждой заряженной частицы сопровождается излучением электромагнитной волны, которая сопутствует движению частиц. Ну и в этом проявляется явление интерференции и дифракции микрочастиц. То есть очень простое представление, которое приводит к совершенно правильным результатам и какого нет в современных учебниках. Все это занимается тем самым идиоматическим выражением корпускулярно-волновой дуализма. Шрёдингер написал затем книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики». Ну, с нашей точки зрения книга довольно наивная, потому что уровень знания был в биологии тогда маленький. Но вот что совершенно правильно указал Шрёдингер, что статистический подход, который принят физике, совершенно не может объяснить явление в жизни. Требуется динамический подход. И вот в 90-е годы 20-го века у нас в Институте общей физики были поставлены численные эксперименты методом динамики многих частиц, которые показали, что если ввести взаимодействие между частицами, их поведение не удовлетворяет второму началу термодинамики. То есть второе – начало термодинамики не является универсальным физическим принципом, но справедливо для невзаимодействующих или малых взаимодействующих частиц. То есть вот в физике возникла своего рода мафия. А мафия – это семья, объединённая на основе какой-то национальности или какого-то культа. Вот мало кто знает, что название мафия произошло от итальянских фамилий Маццини, от Олени и так далее. А Маццини был одним из главных масонов Европы. Он переписывался с Альбертом Пайком, чёрным папой масонства, который жил в США. И они обсуждали программу трёх мировых войн и революцию в России. Представляете, кто были основатели мафии? Но в дальнейшем в эту мафию вошли и католики, и из фильма «Крёстный отец». Например, мы знаем, что у этих мафиози были даже какие-то нравственные критерии, кодекс чести. Но изначально вот это мансонство было основано на культе Бафомета. То есть это были настоящие сатанисты. Так вот, Бор – это выходец из банковской семьи, это масон. И, кстати, по своему рангу в физике и в науке он был главнее Эйнштейна, потому что он вышел из банковской элиты, в отличие от Эйнштейна. И он всё время говорил Эйнштейну, прекратите говорить о Боге. А Эйнштейн всё время говорил, что Бог не играет в кости, вот разбирая квантовую механику. А Бор ему говорил, Эйнштейн, не указывайте Богу, во что играть, он лучше вас знает, что делать. Вот так, значит, Копенгагенская школа отнеслась к Эйнштейну. Значит, даже Эйнштейн не помог навести там порядок и какое-то понимание. Так вот, на чём строилась эта Боровская школа? На спонсорстве. А спонсорство шло от банкиров, потому что сам Бор и его сотрудники были выходцами из банковской сферы. Кстати, вот Ландау, Лев Давидович Ландау был командирован к Бору, тоже была ему от банкиров назначена специальная стипендия. Не просто так, потому что Ландау был сыном управляющего нефтяным бизнесом в Баку. То есть он, по сути дела, представлял интересы Ротшильда в Баку. Вот непростой человек. Ну, а школа Ландау в Советском Союзе, после стажировки там Ландау, в Копенгагене, практически стала филиалом школы Бора и строилась по такому же признаку. То есть он тоже своего рода мафия. Ну, и в медицине примерно то же самое. Так вот, возвращаясь теперь вот к той самой квантовой телепортации, которую сейчас рассматривают биологи. Существует в квантовой физике такое явление квантовая запутанность, при котором квантовое состояние частиц оказывается взаимозависимым. Если разнести эти частицы и проводить опыт над одной частицей, то это сразу проявится на другой. Вот в этом и состоит эффект квантовой телепортации. Но проблема состоит в том, что это противоречит шрёдинговской концепции квантовой механики, которая оказалась совершенно правильной. А по этой концепции волновые функции строго локализованы в пространстве. И если частицы разнести, то квантово-механическая связь между ними теряется. То есть квантовая телепортация явление чисто умозрительное. Можно сказать, что это парадокс принятого квантово-механического аппарата. Не более того. И оно действительно не может быть использовано для передачи информации. Но передача информации всё же есть. И эта связь происходит посредством поперечных и продольных волн в структуре мировой среды. Или эфира, как называли эту среду в 19 веке и в начале 20-го. Поперечные волны – это и есть электромагнитные волны. То есть эфир пронизан по классической схеме системой вихревых трубок своего рода матрицей или паутины. Вот если дернуть за паутину, то распространится два типа волн. Первый – это поперечные волны, как в шнуре или струне. Их интенсивность обратно пропорциональна квадрату пройденного расстояния. А вот амплитуда продольных волн практически не зависит от расстояния. Вот представьте, дернете за тугую проволоку и на другом конце будет такая же амплитуда. А скорость распространения – это скорость продольного звука в материале проволоки. То есть она на порядке выше, чем скорость поперечных волн в паутине. Поэтому и возникают эффекты, о которых писали Шипов-Сакимов, которые называли это торсионным взаимодействием. Название может и неудачное, но соответствует классическим представлениям о вихревой трубке, которая существует за счет вращения. То есть существуют каналы сверхсветовой связи. Причем эту связь можно осуществлять и на больших расстояниях. Потому что все в мире построено по законам красоты. Но кроме красоты еще хаос есть, которому биосистема противостоит. Если такой хаос внедряется в молекулы ДНК или в белки, то вы получаете генно-белковую музыку. Не музыку, а генно-белковый хаос, звуковой. А если все правильно, будет прекрасная мелодия. Потому что нормальные гены дают очень просто великолепную мелодию. Вот мы этим занимались и очень много сделали таких программ и давали людям. Следующая проблема – это синтез новых элементов. Да, кстати, вот Петр Петрович Горяев активно сотрудничал с Шиповым и Акимовым. Это тоже запретная тема физики. Теперь в живых организмах идет синтез новых элементов. Это уже экспериментальный факт, то есть идет трансмутация элементов. Это коллективный или, как говорят, кооперативный эффект. Как я показал, он близок к известному в оптике явлению сверхизлучения, а что, в общем-то, родственно лазерному излучению. Ну и по поводу трансмутации элементов Петр Петрович контактировал с профессором Уруцкоем, который занимается до сих пор трансмутацией элементов. Тоже запретная тема физики, ну, потому что она позволяет делать, на самом деле, чудеса, развивать такие технологии, которые не выгодны хозяевам мира. А на практике это проявляется в том, что, например, растения прекрасно растут на гидропонике, только на азотных удобрениях. Им не требуется для своего роста углерод. То есть в растениях происходит синтез углерода из атмосферного азота. Это факт. Есть люди, которые называют себя праноедами, которые практически не потребляют пищи. Есть йоги, которые тоже практически не потребляют пищи. Между тем, их организмы спокойно живут и развиваются. То есть за счет потребления азота из воздуха происходит синтез других элементов. А вот за что Петр Петрович мог быть убит, как говорят многие сейчас его поклонники, это за его работы по восстановлению органов. Например, в Канаде он вел опыты по восстановлению поджелудочной железы с помощью электромагнитного излучения. А вот это уже очень серьезно. Это угроза к рынку трансплантологии. Ну, а сейчас, вы знаете, этот рынок настолько активно развился. Даже в Москве существует база данных и вот вся биометрия, все медицинские данные сейчас сосредотачиваются в одном реестре. Знаете, выпущен закон об едином реестре. и поэтому если человек попадает даже в слабую автомобильную катастрофу, то есть угроза, что мгновенно приедет на место ДТП вот такая машина со специальным оборудованием и разберет его на органы. Если он есть в базе данных, вот такое уже происходит не только в России, но и в других странах. А рынок, как вы сами понимаете, этот многомиллиардный. То есть работы Петра Петровича несли определенную угрозу вот для этого рынка трансплантологии. Следующее направление, которое затрагивал Петр Петрович, это явление телегонии или эффект первого самца. Человек проявляется на всех живых организмах, в первую очередь на млекопитающих, ну и, разумеется, на человеке. Так вот, официально считается, что этого эффекта как бы нету. Значит, почему так считается? Потому что банковская элита хочет смешать все расы, хочет не только сократить население, но и уничтожить белую расу, которая трудно поддается рабству. И, наверное, слышали, что в Америке с Оресом создано движение Black Lives Matter, буквально жизни черных важны, и это движение явно направлено на разжигание войны против белого населения. Вот что происходит. Все это, естественно, делает банковская элита. Следующее направление, которое затрагивал Петр Петрович и говорил о нем с осторожностью, это происхождение так называемой элиты. почему у этих людей или нелюдей существует такая мезонтропия, почему они хотят уничтожить более 90% населения, почему у них так устроен мозг. Я об этом рассказывал многократно, дело в том, что в средние века в разгар так называемой ночи сворога рождалось очень много монстров, то есть детей, которые возникли в результате воздействия инкубов или суккубов на людей. То есть демонические силы переносили сперму от мужчин к женщинам. В результате вроде бы рождаются люди, но по своему менталитету это не люди. Это вид, который уже изначально ненавидит людей. То есть это не люди в человеческом обличии. Тема очень скользкая, надо о ней говорить осторожно, но надо понимать, откуда у нас происходит вот такая мизотропия, такое человеконенавидчество. То есть все это имеет генетическую природу на самом деле. Потому что ни один нормальный человек не будет писать такие книги и такие программы, которые написаны этой самой элитой. Ну а такие контакты происходят в результате сатанинских ритуалов. То есть сатанинские ритуалы отражаются на генетике этих людей. Ну а что касается вот тех монстров, которые были в средневековье, оказалось, что таких монстров можно делать и сейчас. Если помнить, этим давно занимался доктор Каньжень, который до сих пор работает в Хабаровске. Он создавал гибриды, скажем, гибриды куры и утки. Естественно, на людях он опыта не проводил. То есть можно создавать с помощью электромагнитного излучения, идущего от одного организма к другому, развивающемуся зародышу вот такую информацию с помощью электромагнитного поля, что приводит к рождению монстров. Вот так же и в средневековье рождалось очень много монстров, которые изображены на тысячах картин средневековья. Я говорю, на тысячах картин средневековья, когда рождались люди- монстры, то есть содержащие, скажем, собачью голову или содержащие копыта, рога, то есть вот такие гибриды рождались в результате воздействия инфернальных сил, демонических сил на человека. Ну и сейчас такое происходит очень редко, но тем не менее вот доктор Кань Жень показал, что такие гибриды можно создавать вот методом волновой генетики. Вообще говоря, очень опасное направление, и слава Богу, что оно так специально не развивается, хотя возможно в каких-то закрытых лабораториях это и делают. Следующее направление, которое затронул Петр Петрович Галяев, это генетическое волновое оружие. То есть Петр Петрович говорил, что с помощью вот такого волнового оружия можно воздействовать на вирусы, можно воздействовать на людей, вызывая у них болезни. И действительно это подтверждается таким военным специалистом по светсвязи, как Владимир Харсеев. Есть его такой ролик большой в интернете, можете послушать вещи, которые он рассказывает. Ну, на самом деле, вот представление Владимира Харсеева находится в неком соответствии с представлениями Дэвида Айка о выделении экзосом под воздействием мощного электромагнитного излучения и которое уже фиксируется как проявление так называемой эпидемии Уханьки, да. Ну, что было и в Китае, в Ухане, и в Италии, и в Нью-Йорке, и действительно вот появление вот таких появление резких скачков заболеваемости было именно в тех районах, где была внедрена связь 5G. то есть вот электромагнитное излучение действительно воздействует на человека. Оно может воздействовать не только в смысле понижения его сопротивляемости к болезни, но и вызывать сами болезни, то есть информацию о болезнях можно переносить с помощью такого излучения. Следующее, еще более опасное направление исследований, которое в свое время анонсировал Билл Гейтс. Можете в интернете найти его ролик более чем десятилетней давности, где он говорит о том, что необходимо воздействовать на генетический аппарат человека, чтобы убрать из него так называемый ген Бога. То есть он говорит, что существует некий ген Бога, то есть некая последовательность, которая приводит к тому, что человек начинает верить в какую-то божественную силу, начинает быть религиозным. Значит, это касается и католиков, и протестантов, и православных, с которыми и ведет на самом деле борьбу элита, которая поклоняется Люциферу. Значит, если есть направление воздействия на генетический аппарат с целью ликвидации религиозного сознания, то и есть направление, которое внедряет так называемый ген Люцифера. И этот ген уже давно внедряется в вакцины. Кто-то может в это не верить, но посмотрите, есть выступления, старые выступления в интернете специалистов, которые говорят, что в биологических лабораториях давно проводят оккультные опыты, то есть по воздействию демонических сил на генетические аппараты, то есть по воздействию демонических сил на зародыш. И таким образом имеется вот такое направление по внедрению гена Люцифера в вакцины и тем самым в генетический аппарат человека. То есть надо отвратить людей от Бога и привести их к Люциферу. Ну, кстати, при возникновении эпидемии чумы в Средневековье также работали оккультисты, которые с помощью оккультных процедур, как они считали, усиливали эту эпидемию. Следующее. Петр Петрович занимался не только прорывными биологическими направлениями, но и перспективными медицинскими технологиями. Естественно, внедрению таких технологий препятствует медицинская мафия, которая связана с банковской элитой. Так вот, каков прогноз на то, что работы Петра Петровича будут использованы в медицине и биологии? И вот если мы не дадим разрушить наше государство и будем действительно развивать науку, в том числе медицину и биологию, то исследования Петра Петровича будут не только использованы, но и приведут к революции в медицине. Будут способствовать продлению жизни человека, излечению многих смертельных болезней, ну и приведут к многим другим положительным эффектам. Скажем, в сельском хозяйстве можно использовать эти технологии также для повышения урожайности. Я думаю, что главной мотивацией Петра Петровича и других многих честных и выдающихся исследователей это, конечно, любовь к делу, которым они занимались, любовь к науке, интерес к науке, ну и желание принести пользу людям, принести пользу государству. К сожалению, видите, у современной элиты задачи прямо противоположные. Вот здесь скрестились интересы Петра Петровича Горяева и международной банковской и научной мафии. Каждый человек имеет свою мелодию. Если ты считал информацию, например, с его каплей крови, то это можно превратить в музыку. Более этого, все в природе построено по законам гармонии и красоты. Это противостоит хаосу. Например, мы считали информацию с одной из звезд созвездия Плея. Хаббловский снимок взяли, хороший снимок, взяли наиболее яркую звезду на фотографии и эту фотографию считали лазером, проецируя лазерный пучок на звезду. По определенному алгоритму получили музыку. Музыка была потрясающая. Я показывал композиторам неземная фантастическая музыка. Музыка